Незапланированной точкой остановки стал Тимошевский район. В станице Новокорсунской от удара стихии пострадало больше всего зданий. Местные жители попросили помощи в восстановительных работах. На федеральном уровне в таких случаях не предусматриваются никакие выплаты. Средства было решено выделить из резервного фонда края. В соответствии с законодательством проходят необходимые процедуры, после чего материальную помощь распределят между пострадавшими районами. Нужно конструктивное решение и результат. Вот что сегодня нужно. Поэтому докладов у меня в жизни за три года выше крыши. Когда все хорошо и все прекрасно. Я еще раз подчеркиваю, что сегодня проблема, которая произошла, она не рукотворная. Поэтому раз произошло, нужно вместе всем объединиться и перелистнуть эту страницу. Закрыть. Вот закрыть ее нужно. И здесь не только это должны делать власти или еще кто-то. Все вместе. Поэтому здесь мне не важны доклады. Еще раз подчеркиваю, мне не важно способ или метод. Мне важно сегодня выполненная работа. Она будет тогда считаться выполненной, когда вы все вопросы снимете. Напомню, в минувшие выходные в регионе прошел сильный град. Пострадали несколько муниципалитетов Кубани. Повреждены две тысячи домов в Брюховецком, Тимошевском и Павловском районах. Сейчас там уже полностью восстановлены подачи воды, электро- и газоснабжения. Дороги расчищены от деревьев и веток. Ремонтируют кровлю зданий. Местные власти регулярно докладывают о ходе восстановительных работ в краевой оперативный штаб. Его создали по поручению губернатора Венимина Кондратьева. В Тимошевском районе уже обследовали больше полутора тысяч поврежденных домов, а также все социально значимые объекты. Последствия стихии ликвидируют почти 270 специалистов и 33 единицы техники. Убирать мусор местным жителям помогают волонтеры. Кипит работа и в Павловском районе. Там уже распилили и сейчас вывозят свыше 200 поваленных деревьев. А в Брюховецком, станице Батуринское, успели отремонтировать 30 кровель частных домов из 88 поврежденных. По поручению Венимина Кондратьева на компенсацию пострадавшим от стихии из краевого бюджета выделено 150 миллионов рублей.